В Новый год Украина вступила со старыми проблемами. Миллионы наших сограждан по-прежнему не знают, на что жить. Найти работу с более или менее приличной зарплатой сложно даже для молодых. И положение дел в экономике не позволяет в ближайшем будущем рассчитывать на лучшее. Миллион девяносто тысяч жителей Одесской области относится к категории экономически активного населения. Это люди в возрасте от 15 до 70 лет. Согласно отчету областного управления статистики, уровень занятости среди них составляет всего 57%. 70 тысяч или больше 6% числятся безработными. Они обивают пороги местной биржи труда, пытаются искать работу сами, но все без толку. Оформиться куда-нибудь и просиживать от звонка до звонка за копейки тоже нет смысла. Но даже если рабочее место и найдется, это не гарантия благополучия. По данным за декабрь, работодатели области задолжали своим сотрудникам 57 миллионов гривен заработной платы. Это в два с половиной раза больше прошлогоднего показателя. И нет уверенности, что деньги когда-нибудь выплатят. Судиться с начальством можно годами. В конце концов, предприятия признают банкротом и на том все закончится. Феодальная модель экономического устройства Украины, которая была создана всеми украинскими президентами и которая основывается на поддержке определенной группы бизнесменов, которые связаны с властью, она никак не поменялась. Если западные кредиторы, а это прежде всего МВФ, миссия которого приезжает в Украину 20 января, все-таки заставят украинское руководство согласиться с тем, что Украина не феодальная страна, а европейская, и соответственно правила ведения бизнеса в Украине должны быть такие, как и в остальных странах Европы, то тогда возможно коренное изменение ситуации. По мнению экономиста, для привлечения инвестиций есть смысл вернуться к идее Портофранко. Положительный опыт такой деятельности накоплен во многих странах. Взять хотя бы Китай, куда активно вкладывают капиталы предприниматели всего мира. В свое время Одесса таким образом и поднялась. У нас же делают наоборот. Пока что парламент отказался поднимать налоговый кодекс, разработанный совместно МВФ и Министерством финансов. И пока что 60% украинской экономики находится в тени. Поэтому говорить о том, что число легально работающих предприятий и соответственно число вакансий новых для того, чтобы люди могли найти новую работу, будет возрастать при нынешнем устройстве экономическом стране. Это просто нереально. Безработица, падение производства и уровня жизни населения чиновников и депутатов очевидно не трогают. Подвигнуть наши власти на проведение реальных экономических реформ могла бы более жесткая позиция европейских партнеров. Возможно так и произойдет. Ведь у Европы в Украине есть свои интересы. Александр Пиноградов, Юрий Рух, телекомпания КРУ.